МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Денис, Шешевич, ты дома? Денис, Шешевич, ты дома? Денис, Шешевич, ты дома? Вещей нет. Да, хорошо, сейчас вызову милицию. Алло, милиция? Денис, Шешевич, ты дома? Возможно, было оформить новую партию продукции. Именно поэтому помощница технолога Мария Зайцева уже к 11 утра забила тревогу и отправилась к Шешичу домой. Обнаружив пустую квартиру с открытой входной дверью, вызвала милицию. Мария Зайцева знала, что до приезда милиции лучше ничего в квартире не трогать. Но женское любопытство. Она обнаружила коробку из-под импортной обуви. В ней лежали деньги и сберегательная книжка на имя Дениса Шешича. Добрый день. Лейтенант Иван Иванович Збруев. Мария Анатольевна Зайцева, технолог ХБК. Это я вас вызывала. Смотрите, что я нашла. Мария показала милиционерам свою находку. Документов Шешича в квартире не оказалось. Вань, с чем мы сюда приехали? Состава преступления нет. Мужчина сам уехал, записку оставил. Ну, взрослый человек, сам принял решение. А почему деньги и сберкнижку не взял? А это, гражданочка, не наше дело. Вот если через три дня не появится, вот тогда просите родственников писать заявление о пропаже гражданина Шешича. Шешича. А квартиру вы таки оставите открытой? Так, я не поняла. А что здесь происходит? Здравствуйте. Мы из милиции. А вы кто? Я соседка из 17-й, Людмила Николаевна. Хозяина квартиры знаете? Дениса? Конечно. Я прихожу поливать цветы, мусю, кошку кормлю. Он всегда меня предупреждает, если задерживаться на работе или уезжает на выходные. Вот, кстати, ключик. А где Денис? Уехал? Ух, приехал. Да. И мне ничего не сказал. Это не может быть. Нет. А, послушайте. Мы не можем ее забрать. Денис. Денис. Ну, обсудим. Ну, в самом деле, чай у меня из мяты, вкусный. Дед исчезнувшего Дениса Шешича, второй секретарь Херсонского горкома партии, не поверил в историю внезапного отъезда внука. Парень был очень ответственным, и несмотря на то, что в последний год у него следом были натянуты отношения, исчезнуть без предупреждения он никак не мог. Сомнения Прутковского увеличились, когда он увидел вот эту записку. Простите, я очень виноват. Я решил исчезнуть, чтобы никому не отравлять жизнь. Денис. Анисим Федорович позвонил друзьям в Киев, просил помочь неофициально. В Херсон направили следователя Республиканской прокуратуры по особо важным делам Артема Романовича Бачкова. Я сохранил все, как было. Мы тут уже побывали. Понял. Паша, смотри тут все. Это мой коллега, опытный эксперт-криминалист. Мы вместе приехали. Эту записку он оставил. Чернилами писал. Сам не понимаю. Денис еще со школы терпеть не мог писать чернилами ручками. В институте потом признавал только Шариковые. Ну, тут никакой нет. Хотя мог с собой забрать. Эта коробка... Извините, я еще не снял отпечатки пальцев. Мы с женой подарили внуку обручальное кольцо. Еще моей бабушке. Белое золото. С гравировкой внутри. Многое лето. Подарок не есть. И золотые часы. Но внук не носил их. Говорил, не починный подарок. А он жениться собирался? Собирался. Но не сложилось. А где родители? Рудковский рассказал, что отец Дениса погиб, когда мальчику было 7 лет. Мать Валентина вскоре выскочила замуж и укатила с новым мужем на север. С сыном практически не общалась. Пьет она. Я ее вычеркнул в своей жизни. И последние 5 лет не знаю, где она была. Интересно получается. Деньги избир книжку оставил здесь. А драгоценности забрал. Что он мог выручить за них в скупке? Сам он уйти не мог. Ну, посмотрите. Посуда грязная. Мусорник бумагами забит. Цветы сохнут. Мусор кошку соседка забрала. Он бы этого не позволил. Ну, посуда. Я к вам ехал, сам дома посуду не вымыл. Да и мусор остался. Это не о Денисе. Он чистюля. Он даже тарелку грязную на ночь не оставит. Паш, что у тебя? Следов крови или борьбы я не обнаружил. Смотри, Артем. Талон в поликлинику. К травматологу. Врач Тригубова. Интересно, был у врача? Надо проверить. Проверяй, Артем. Найди моего внука. А как после приезда милиции закрыли дверь? У соседки ключ есть. Я попросил ее и Зайцеву. Кстати, они нас ждут во дворе через пять минут. Хотят что-то рассказать. Отлично. Это от Дениса Бакова? Да, это от Дениса. Паш, ты тут заканчивай. Справочку по своим каналам отдай на почерковедческую экспертизу вместе с этим. А я во дворе. Соседка Шешича рассказала. Последний раз видела Дениса 18 декабря примерно в полседьмого вечера. Как раз по телевизору начинались новости. Они встретились на лестничной площадке. Парень жаловался на головную боль. Женщина вынесла ему таблетку анальгина. Денис отдал квитанцию, взял таблетку и зашел к себе в квартиру. Он даже словом не обмолвился о том, что хочет куда-то уехать. И о Мусе ничего не говорил. Ну, это на него не похоже. Не похоже. А к нему женщины ходили? Да, ходила одна. Кто такая, я не знаю. Блондинка. А что вы знаете о его личной жизни? Ой, я не хочу слухи собирать, но когда я увидела записку... Да-да, я помню, в квартире. Да, подумала, что это он-то, а не написал. Мария рассказала, что у Дениса был бурный роман с бухгалтером комбината с замужней женщиной. Отношения они не скрывали. Это вызывало гнев мужа. И скандалы были, и я видела. А ты по доскуку уже людей не стесняешься, да? Антон, остык! А ты вообще помолчи! Ты знаешь, что бывает с теми, кто к чужим женам лезет? Пойдем отсюда! Денис, все нормально, мы сами разберемся. Пошли! А на следующий день я Таню увидела синяками. Шесть дней назад. То есть три дня до исчезновения. Скажите, где я могу найти бухгалтера... Таню. ...Татьяну и ее мужа? Антон. Таню в бухгалтерии комбината. Антон экспедитор. Он завтра на стоянке будет к восьми часам утра. Они там обычно собираются. Да-да, я понял. Хорошо, я перезвоню. Ну что, Артем, готовы результаты почерковедческой экспертизы? Ну говори, не тяни. Ну, во-первых, записка-подделка. Шешич ее не писал. А во-вторых? А во-вторых... Интересно, что отпечатков хозяина в квартире на входной двери нет. А есть только те, которые оставили после его исчезновения. Шешич, конечно, после себя бы отпечатки не вытирал. Это понятно. Все-таки не по своей воле ушел. А это значит... Надо звонить Прутковскому. Пусть пишет заявление о пропаже внука. Будем в розыск подавать. И уголовное дело возбуждать. В то время исчезновение человека расследовали как убийство. В каждом райотделе милиции были сотрудники, которые занимались поиском без вести пропавших. Именно такого оперативника Григория Мухаида дали в помощь киевскому следователю для распутывания этого непростого дела. Пока Мухаид рассылал ориентировки, проверял местных ранее судимых и их связи, Бачков и Мехно направились на комбинат, чтобы там встретиться с ревнивым мужем, который угрожал пропавшему Шешичу. Следователь уже знал, вечером в день исчезновения главного технолога экспедитор Семенов брал ведомственный автомобиль комбината и вернул его только утром. Никаких ночных командировок у него не было. Гражданин Семенов, Антон? Я. Следователь прокуратуры Бачков. У меня к вам несколько вопросов. Скажите, где вы были вечером 18 декабря и в ночь на 19 число? Где-то дома был те же еще. Кто-то может это подтвердить? Жена может, но она уехала к матери с дочкой. А в чем, собственно, дело? Давайте вопросы пока задам я. Ваш рабочий автомобиль, где он был в эту ночь? И кто вам разрешил его взять? Начальник разрешил. Мне вещи надо было забрать из дому, но не получилось. Этот автомобиль? Да. Мы его осмотрим? Смотрите. Паш, приступай. Понимаете, я должен был вещи вывозить, но с женой. Поцапался и сначала сам хотел уехать, а потом решил, что надо ей. Сама уезжает. Вот как. Да. Так где же был автомобиль? Так автомобиль дома был. Я его как домой пригнал, так он и стоял в 7 вечера. Соседи могут подтвердить. Артем, подойди. Что у тебя, Паша? Так. Белое золото шешеча. Антон Константинович, вы нам ничего не хотите рассказать? Я его найти не мог. Вам придется пройти с нами. Прошу. Проходи, проходи. Присаживайся. Артем Романович, я нашел часы шешеча. Их сдали в скупку 18 декабря около 6 вечера. Сделали фоторобот того, кто сдал. Вот он. Одно лицо. Ну что ж, гражданин Семенов, мы подозреваем вас в похищении шешеча и ограблении его квартиры. Какой квартиры? Я даже не знаю, где он живет. Я не трогал его. Я 18-го утром в сумочку к жене залез, смотрю часы, кольцо. Вещи явно дорогие. Вот. Ну, я и взял. Часы вечером в скупку отдал на фрунзе. А сам вечером машину поставил в дворе и пить пошел. Исчез главный технолог хлопчатобумажного комбината Денис Шешич. В его квартире обнаружили записку. В ней хозяин сообщает, что он уезжает по своей воле. Но экспертиза показала, записку писал не Денис. Под подозрение попадает экспедитор комбината Антон Семенов, чья жена изменяла ему с главным технологом. Обманутый муж грозился поквитаться с соперником. Семенов уверяет, технолога не трогал. В тот вечер он пьянствовал. С кем пил? Не помню я. То ли Саша, то ли Сережа. Я вообще-то не пьющий. А тут выпили изрядно и в общем просыпаюсь утром ни жены, ни дочери. Я к жене на работу, а там мне сказали, что она взяла отпуск за свой счет и уехала к матери. А кольцо как в машине оказалось? Не помню я. Наверное, по пьяни его в швырну и как-то в машину. Антон Константинович, алиби у вас нет, а мотив есть. Куда Шашичи дел? Не трогал я его, клянусь. Я, я не знаю, где он. Да не верю я твоим клятвам. Адрес тещи пиши. Село Малое Копани, улица Совхозная, 3. Дежурный. Дежурный! Дежурный! Дежурный. Уведите. Гриша, ты сходи к травматологу Трегубовой. Угу. Узнай, был ли у нее Шашич. А я по этому адресу наведаюсь. Оперативнику повезло. Он смог поговорить с Инной Трегубовой в тот же день. У нее как раз шел прием. Шашич. Шашич? Да, вот запись. Он просил засвидетельствовать сотрясение мозга и указать дату и время травмы. И что это значит? Шашич говорил, что у него произошла неприятная ситуация с коллегами на комбинате. Просил меня выдать справку. Он собирался идти в прокуратуру. И что, действительно было сотрясение мозга? Да, свежая травма. Я же исправку ему дала. Вам кого? Следователь прокуратуры Артем Бочков. Вы Татьяна Семенова? Да, я. Скажите, когда вы последний раз видели Дениса Шашича? 18-го. Ушла от него поздно. Его соседка вас не видела. Говорит, что Денис домой пришел сам. Он позвонил мне из дома, жаловался на головную боль. Я пришла, помогла, ему стало легче, и я пошла домой. Татьяна утверждала, что вернулась домой около 11 вечера. Рабочая машина мужа стояла во дворе, но его дома не было. Его привели около двух ночи сильно пьяным. Он устроил скандал, а потом завалился спать. А Шашич вам не говорил, что собирался уезжать? Да никуда он не собирался. что-то странное за ним в последнее время замечали? Да, он как будто чего-то боялся. это тебе. Шишич, так предложение не делают. Хотя такое кольцо я сроду не видела. Оно что, серебряное? это белое золото. Я слышала, но никогда не видела. А часы мне зачем? На черный день. Если со мной что-нибудь случится, на первое время. Да что с тобой случится? Не буду я брать. Возьми, я прошу, возьми. Но муж нашел, забрал и пропил. А почему у него голова болела? Так это же в тот день на заводе. Что здесь происходит? Это ваши машины на проходной? Ну да. Почему мне никто ничего не сказал? Откройте машину, я хочу видеть. Виктор Владимирович, я проверил, все подписи стоят. Покажите накладной. Покажите накладные. Все подписи стоят. Покажите накладные. Денис, что вы делаете? Денис. Денис. Когда это было? 18-го утром. Значит, за день до исчезновения. Семенова знала, что Шешич носил какие-то документы директору комбината. Ясно. Спасибо. До свидания. До свидания. Когда следователь Бочков вернулся из поселка, оперативник Мухаид сообщил, что нашел мужчин, с которыми пьянствовал Семенов в вечер исчезновения Шешича. Те подтвердили, действительно случайно познакомились в рюмочной около семи вечера. После закрытия заведения новый приятель начал хвастать, что дома у него отменная самогонка и пригласил собутыльников к себе. По пути Семенов открыл машину, которая стояла у дома. Закинул что-то в багажник. Когда пьяная компания ввалилась в дом, жена подняла крик. Семенов ее ударил. Приятели проблем не хотели и спешно ушли. Следователь мог не доверять показаниям крепко пьющих мужчин, но какой им смысл говорить неправду? Выходит, в тот вечер Семенов был в таком состоянии, что не мог бы справиться с Шешичем. Здравствуйте, товарищ Бочков. Здравствуйте. Присаживайтесь. Благодарю. Вы расследуете побег нашего технолога? Почему же побег? Ну, так поговаривает в коллективе. А какие отношения были у технолога с коллективом? Ну, как вам сказать? Он выскочка. Постоянно ставил себя выше других. Жаловался на коллег. Ко мне приходил, ябедничал. Рассказывал небылицы. А вы знали о том, что главного технолога избили около проходной? Нет, не слышал. Шоферня у нас, конечно. Но с другой стороны, Шешич вечно задерживал отправку товара, а водителям за простой не платят. Понимаете, задержка бьет по населению. Это как? Мамочки не получают пеленки, девушки платье. Вы понимаете, хлопок, белое золото, техническая культура с ограниченным ареалом выращивания. В СССР производился в республиках Средней Азии, на юге Казахстана и в Азербайджане. Хлопок один из главных источников валютных поступлений. На момент сбора хлопка, сырца в школах и вузах Восточных республик прекращались занятия. Все выходили на сбор урожая. Собирали в основном вручную, затем очищали от семян и прессовали в тюки, которые доставляли на хлопчатобумажные и текстильные комбинаты, а также в порты для транспортировки за рубеж. Несмотря на рекордные урожаи, изделия из натурального хлопка были в большом дефиците. Скажите, а что Шишич писал в докладной? Доносы. Я ему говорил, не сталинские времена. На доносах карьеру не построишь. Ты же хороший специалист. Работай. А он кляузник. И жадный. Жадный? Ну да. Видите ли, у него хорошая квартира. В прекрасном районе. А он требовал еще одну. Хотя на это не имел никаких оснований. Квартирные условия Шишича по меркам того времени были хорошими. Он жил один в двухкомнатной квартире. Даже если собрался жениться, то по нормам метража хватило бы и на жену, и на ребенка. Получить право на другое жилье в такой ситуации нереально. Почему же Шишич пробовал стать в очередь? Ответ следователь получил от участкового. Тот сообщил, что буквально час назад к нему пришли двое. Показали паспорта с пропиской в квартире Шишича. Иван и Валентина Вологодский. Отчим и мать Дениса. Он прописал их в своей квартире за 10 дней до исчезновения. Иван Вологодский 35-го года рождения осужден в 61-м году на 10 лет за вооруженное ограбление в составе группы. Вышел на свободу через 7 за примерное поведение. Тюремная характеристика положительная. До этого жил на севере страны. Следователь решил познакомиться с новыми жильцами. Артем Иван Иванович. Так вот же они. Гражданин Вологодский. Здравствуйте. Следователь прокуратуры. Стоять! Отпустите его. Что происходит? Что происходит? Успокойтесь. Волнуйтесь. Мы с вашим нужем поговорить. Пусти. Пусти. Да я смотрю, вы шустры. Поговорил. Товарищи, давайте пройдем квартиру. Не надо привлекать внимание. Давайте пройдем квартиру. Давайте пройдем. Спасибо, Иван Иванович. Я еще нужен. Вам спасибо. Вы свободны. Гриша, позови понятых. Посмотрим, что в портфеле. Почему гражданин так прытко убегал? Когда последний раз видели Дениса Шешича? Недели две назад. Восьмого. Он нас прописывал. Квартиру вы въехали вчера. Все это время где были? В Крыму отдыхали. А что, нельзя? Можно. Если свидетели есть. когда вернулись? Восемнадцатого ночью. И чем докажешь? До восемнадцатого мы приехали. У меня даже билеты есть. я всегда их сохраняю. Вот. Вот. Дальше. Он нас не встретил. Двери не открыл. Мы прям с поезда сюда. А он дверь не открывает. Так может быть его дома не было? Я видела, свет в окне горел и за шторами кто-то ходил. После того, как не открыл дверь, куда вы пошли? Тик. К старым друзьям пошли. Там переночевали. Хотите адрес дам. Так почему вы убегали? Хорошо. Молчи. Граждане понятые, прошу в минутку внимания. откуда у вас оружие? На базаре купил. Двух патронов не хватает. А я его без двух патронов и купил. Проверим. А деньги откуда? Сбережения мои. Твой следователь, я хотела бы поговорить с вами наедине. говорите про них. Не бойтесь. Вы знаете, я на него смотрю. Это этот мужчина был ночью, когда исчез Денис. Денис. заходил. Денису после того, как он нам дверь не открыл. забрал забрал письма. Валентина особо в выражениях не стеснялась. Да и я иногда кое-что дописывал. Если бы вы их нашли, сразу бы на нас подумали. точно больше ничего не брал? Денису начинает со словами прошу разобраться хищение на 7 миллионов рублей. Подумал пригодится в зал. Где папочка? В укромном месте припрятал. Проверили пистолет, изъятый у Вологодского. Оружие числилось в розыске. Из него неделю назад был ранен сторож ликероводочного магазина при попытке ограбления. Сторож узнал в Вологодском стрелявшего. Его задержали. Папка, которую припрятал отчим, оказалась очень ценной. В ней были документы, которые подтверждали пересортицу хлопка на Херсонском комбинате. Эту увесистую стопку бумаг молодой инженер-технолог собирал не один месяц. В ней были материалы для большого серьезного дела. Бачков получил разрешение на проверку Херсонского хлопчатобумажного комбината. Через два дня утром никто на комбинате не ждал проверки. Это был обычный рабочий день. Когда появились оперативники ОБХСС, у сотрудников комбината была паника. Сопровождала оперативников инженер-технолог Мария Зайцева. Исчез главный технолог хлопчатобумажного комбината Денис Шешич. Дед пропавшего парня, второй секретарь горкома партии Херсона, не верит в добровольный отъезд внука. Из Киева приезжает следователь прокуратуры Артем Бачков. Он выясняет, исчезнувший технолог собрал документы, которые доказывали хищение в особо крупных размерах на Херсонском хлопчатобумажном комбинате. Вот тебе белое золото. И это хлопок высшего сорта? Это жива-то! Директора комбината нет. Он просил не начинать проверку без него. А где же он? В аэропорту встречают представителей поставщиков с Узбекистана. Во сколько прилет? В 10-20 с Москвы. 10-20 с Москвы. Номер машины директора запишите. Прошу. Отлично. Ребята, вы тут проверяйте. Гриша, едешь за мной. Перехватим начальство по дороге. Это они. Тормози. Передай на следующий пост. Пусть перекрывают дорогу. Мы за ними. Поехали. Поехали. Давай, давай, за ними. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прокуратура! Вышел из машины! Быстро! Руки! Руки! Папочку! Руки! На капот! Быстро! На капот! Сейчас посмотрим, что тут у вас. О-о-о! Да тут на четыре машины хватит. Искадер Шарамович Адылов. Вы задержаны, гражданин Адылов. Ребята, забираем их в отделение. Это не мой портфель. Это мои сбережения. А что нельзя? Сорок тысяч рублей. Вы очень богатый человек, как для инженера хлопкоочистительного завода. С окладом сто шестьдесят рублей. Гриша, принеси копии документов по результатам проверки Херсонского хлопчатобумажного комбината. Слушай, деньги твои, только дело закрой и нас отпусти. Плюс пять лет к сроку за попытку дать взятку лицу при исполнении. Так откуда деньжище? А вот и результаты проверки. И как директор мог не знать? Послушайте, товарищ Бачков. Пусть этим делом АБХСС занимается. Да вы не переживайте, и до них дойдет. Так почему вы убегали, если о деньгах не в курсе? А я не видел, что меня останавливают. Ну что ж, задерживать вас не буду. Хотя имею право. Из города не выезжайте. Могу идти? Да, вы свободны. Прошу. А с вами, Адылов, будет отдельный разговор. Бачков рассчитывал, что задержание Адылова и внимание к директору Ткаченко вызовет панику у тех, кто с ними связан. И не ошибся. Разрешите? Игорь Витальевич Прохоров. Директор швейной фабрики «Большевик». Это же на вашу фабрику поставлял ткани херсонский хлопчатобумажный комбинат. Да. С чем пришли? С чистосердечным признанием. Вот как. Мы с директором комбината закрывали глаза на пересортицу сырья и качество тканей. По документам и сырье, и ткани шли по высшему сорту. Ну, а по факту... Вот вам бумага. Вот ручка. Пишите. В показаниях Прохорова мелькали миллионные суммы. Такие дела без контроля сверху не крутятся. Скажите, меня не расстреляют? Мой приход засчитают, как чистосердечное признание. Думаю, жизнь вам сохранят. Но посидеть придется. И долго. Нам пришло указание из... Из горкома партии. Что нам оставалось делать? Да вы пишите, пишите. Мы разберемся. На Артема Романовича напали, когда он возвращался в гостиницу после работы. Не двигайся, урод! Не пустите. Гражданочка, вызывайте милицию. Я? Хорошо. Быстрее, быстрее! Ты у меня по этапу пойдешь, понял? По отпечаткам пальцев личность нападавшего быстро установили. Им оказался Леонид Иванович Пульцов по кличке Удав. 1943 года рождения. Отсидел 8 лет за убийство соседа. Освобожден год назад. Место жительства прежнее. Одноклассник поручил. Какой одноклассник? Печальник. Директор комбината Каченко. Думал, не раскопаем? Да я грабануть тебя хотел. А ты мне здесь макаруху рисуешь? Пока Бачков допрашивал Удава, в его доме проводили обыск. Мы нашли труп Шишича. В подвале. В земляном полу. Слышал, Удав? Ну что? Макруха? Плюс нападение на следователя республиканской прокуратуры. А это вы шаг. Да я же говорю. Хватит. Говоришь правду, квалифицируй нападение на меня как хулиганку. Но! Сашка Каченко. Ну, директор комбината. Единственный, кто в тюрьме меня навещал. Сигареты передавал консервы. Ну, попросил у меня разобраться с одним дотошным технологом. Кто? Экспедитор не сходил. Добрый день. Извините за пользу беспокойства. Но вы тоже поймите, у меня жена, дети. Но здесь такие приказы, я не могу их не испортить. Вы знаете, что приказы нужно... Скунивать! Примерно в 12 ночи кто-то позвонил в дверь квартиры Шешича. Удав затаился. В дверь еще пару раз позвонили и ушли. Примерно через полчаса удав оставил на столе записку и тихо открыл входную дверь квартиры. Выволок его машину, затем вещи, потихо ему дверь закрыл, уехал. Ткаченко договорился с удавом, что тот несколько недель поддержит труп Шешича в подвале. А когда все успокоится, тихо вывезет и закопает. Вывезти не успел. Надеялись, что через несколько недель его никто не станет искать. Следователь решил не откладывать разговор с директором комбината. В ту же ночь его прямо из постели доставили в кабинет Бочкова. Ткаченко ознакомили с материалами дела. Отпираться было бессмысленно. Да я же не мог иначе. Ну поймите, команда закрывать глаза поступала из горкома. Я хотел с ним по-хорошему, а он... Александр Александрович, вы почему не реагируете на пересортицу? Дорогой мой, ну какая пересортица? Немного линта в сырье. Это же не смертельно. Немного линта? Это 60 процентов. Вы тоже в деле? Денис Владимирович, пиши по собственному. Я тебе характеристику дам. С ней хоть в рай, но работать ты здесь не будешь. Я буду, а вот вы будете сидеть. Да что ты себе позволяешь? Кто давал указание из горкома? Второй секретарь. Анисин Федорович Прутковский. Прутковский? Как это? Шешич, внук Прутковского. Как же? Фамилии разные. Его дед по матери. Что ж вы с Прутковским-то не посоветовались? Может быть он и утихомирил бы внука. Теперь мне точно конец. На следующее утро следователь назначил Прутковскому встречу. Узвал Артем. Мне очень жаль. Вашего внука нашли мертвым. Что? Кто? Кто? Кто его убил? Вы. Ты что себе позволяешь? Забыл с кем говоришь? Вашего внука убили по приказу директора. Он не ваше распоряжение выполнил? Денис, как же? Второй секретарь Анисим Прутковский не дожил до суда и умер от сердечного приступа в камере предварительного заключения. Исполнителя убийства Дениса Шешича Леонида Пульцова по кличке Удав осудили на 15 лет лишения свободы. В тюрьме он скончался. А директор комбината Ткаченко по совокупности преступлений приговорили к исключительной мере наказания. Это было только начало самого громкого уголовного дела. Так называемого хлопкового. В ходе которого была раскрыта самая масштабная коррупционная схема в стране. За следующие 4 года следователи прокуратуры возбудили и раскрыли более 800 уголовных дел по всему Советскому Союзу. К исключительной мере наказания были приговорены министр хлопко-очистительной промышленности Узбекистана Усманов и начальник АБХСС Бухарской области Музафаров.